Здравствуйте дорогие друзья! Вернее доброе утро! Всходит солнце и мы идем вдвоем на прогулку. Воздух чист и свеж. Вороны. Так, вот я хотел бы вам показать, во-первых, вы слышите эту тишину, где только вот мои шаги раздаются. И посмотреть на вот эту вот панораму. Прекрасная панорама. Я даже сделаю чуть поближе, чтобы тоже могли это видеть. Собака на шерсть прям светится под лучами солнца. Ну, потерпите немножко эту тряску. Потому что мы спускаемся, ну, вы знаете нашу дорогу, вот к этому лесочку, да, где мы с ним постоянно гуляем. Я сегодня специально взял камеру, чтобы запечатлеть. Ну, может быть, не так долго еще останется снег лежать, уже начинается тепло. И мне бы хотелось как бы себе на память сделать такое видео. Лекс, стоп. 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 Так, отпускаем зверюгу на свободу. И идем за ней. Сейчас повторяется ритуал. Он найдет свою дубиду. Будет с ней бегать. И охаживать меня сзади по ногам. Там у него спрятана еще одна дубинка. Лекс. 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 Ком. 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 Ага. Лекаря дают с утра. Красота. Так. Дрын. Снег немножко слежался. И он теперь может забегать дальше, чем раньше. Он очень этому радуется. А вот и второй дрын валяется. Пока он ограничился одним. не знаю, как будет летом, пока он держится того маршрута, которым я следую. Иду я недалеко, вот до туда, до конца, потому что там обнаружилась навозная куча, от которой он немножко откусывает, что приводит к жидким стулу, скажем так. Этого я не хочу, поэтому мысли пока ограничились. Так, где-то еще вставленная палочка, вот она, маленькая, удобная палочка, которую он тоже здесь постоянно грызет, потом ее прячет, закапывает. Ну пойдем дальше. Слышите шаги? Слышите, как кто-то скачет? Это мы с Собакиной, больше здесь никого нет. И это прекрасно, ребята. Нет воя каких-то пожарных, милицейских, полицейских машин, нет шума трамваев, нет шума грузовиков, криков диких людей. А есть только снег, солнце и мы с Собакиной. Может, ты бросишь свой дрын? Так побегаешь? Нет, с дрыном бежать очень весело. Очень весело бежать с палкой в зубах. Она, наверное, помогает держать равновесие на снегу или что, я не знаю. Увлечен это всегда делает на протяжении всей зимы. Ну палка длинная, тем более их две, нужно долго ими заниматься. И с гордым видом он это делает еще в давал. Типа добыл огромную добычу. Вот здесь лед. И как бы я бы не хотел, чтобы история с моей бочиной повторилась. Поэтому мы до прогалинки еще с вами аккуратно дойдем. Не знаю, видно или нет, но вот там начинаются проблески вот этого утреннего через деревья света. Мне это очень нравится, красиво. Но камера, наверное, не возьмет. Потихоньку, потихоньку. Вот, сейчас было чуть. Вот, у меня прямо подмывает вот туда спуститься, пройтись дальше в лес, походить. Там ручьи будут, там будут разные зверушки. И вообще выйдет великолепный запах, новые листья, хвои. И вот наша панорамка. И мы с ним будем ходить дальше. Пока вот у нас ограничено это. Но, тем не менее, ему, в общем-то, доставляет большое удовольствие этим заниматься тут. Несравнимо, как в Боне, да? Рекс, что ты так смотришь удивленно? Ух, как здорово, да? Ой, как здорово играть с палкой на снегу. Красота. Где-то мыши. Что значит инстинкт, да? Слышит мышь, но взять никак. Для этого надо быть лисой. Да-да, пока ты там роешь. Ее уже сто лет там нет, твоей мышке. Все бесполезно. Ты не на это заточен, парень. Рекс, хия! Рекс! Хия! Как все любопытно, да, что не хочет никуда идти. Да, вот же вкуснятина-то. Так, ну, а мы с вами возвращаемся. Ну, не совсем домой. Потому что, как сказал Карлсон... О, брат, это жулики. Они замышляют золовеющее преступление на крыше. И это верно. Можно, конечно, как говорится, россиянина вывезти в Германию, но Россию из россиянина вывезти не получится. И посему мы сейчас сделаем налет на соседнюю деревню. позову Собакина. Он с упоением там еще догрызает свою палочку. И мы с вами пойдем совершать это ужасное преступление. Видите свет в конце тоннеля? Вот туда мы и направляемся. Расчет наш на тот, что здесь и так не особо загруженная дорога. Вот, за все время прошла одна машина. А воскресенье вообще сомное царство. Поэтому утренней зарей мы проберемся в следующей деревне. Я, честно говоря, забыл, как она называется. Ну, сейчас там должен быть небольшой шильдик. Вот отсюда бегают лисы. Кстати, через дорогу. Дерутся там в лису, орут друг на друга. Потом две сбегают, а самый мощный остается. Ну, видать, охраняет свою территорию. Собакин очень удивлялся, глядя на этих животных, не понимая, что это за собаки. За такие. Ну, они тоже не особо жаждали познакомиться с барбосом, с таким здоровенным. Они маленькие, но рыжие такие красивенькие. Вот. Вот мы подходим. Куда, куда нам надо. Я вас не буду томить, я вам скажу, что мы должны предпринять. Здесь есть одно предприятие. Небольшое, но работоспособное. Она что-то занимается с машинами. То есть, сельхо-хозяйственные. То ли она их делает, то ли она их ремонтирует. Это трудно сказать, но у них есть контейнеры. Контейнеры с металлическими отходами. Так, вот здесь это просто такое напоминание, что здесь пчелы сейчас будут в мае месяце или когда-то, я не помню, по-моему, в мае. Я плохо вижу без очков. И вот надо быть к ним терпеливым. Они делают соты в этот момент. Так. Так вот, о контейнерах. В этих контейнерах, вот, кстати, вот здесь рухнуло дерево. И рухнуло как раз поперек под воздействием навалом этого снега. Пришлось его спилить. обрезать. Так. Собаки, мы очень заметны с тобой. Если бы я был один, то меня бы никто никогда не узнал. А так, скажет, был тут один с собакой большой, рыжей и копался что-то в вашем контейнере. Что там лежит? Там лежат небольшие такие обрезки металлических серней. У них такой матовый блеск. И я так подумал, что их можно будет использовать при фотографии каких-нибудь серебряных металлических маленьких изделий. Ну, и как грузики они очень хороши. Так, это Бухберг. Книжная гора. О, блин, здесь живут культурные люди. грузики. Так, оглядываем перспективу. Вот это предприятие. То есть там, где стоит машина, да, это их тоже здание небольшое. вот она. Ну, судя по собаке. На, 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 это нам не надо. Ну, вот. Вот видишь, как с тобой ходить. Теперь мы ничего не украдим. Кому же железные стержни завалили. Ха! Правильно, Рекс, говорят? Бери, пока дают, а то убегут. Ну, так вот с нашими стержнями получилось. Ну, ладно, ребята, что, грех там? Не судьба. Два штуки у меня все равно дома лежат, я их потом как-нибудь покажу. Ну, зато немножко побывали в другой деревушке. Может быть, дальше пройдем? Давай пройдем дальше, раз уже здесь. Дома в деревнях, деревнях Баварии очень солидные и большие. И большие. Просто архитектура другая. Ну, что такое? Другая архитектура. сочетает так же вот в этот дом видно, что там большой какой-то гараж для сельскохозяйственной техники. Наверное, здесь тоже. Вот эти деревянные части, да, это, как правило, или там находятся животные, всякое млекопитающие или млекодающие, или же там находится техника. Так, остановка для школьных автобусов по рабочим дням. Отлично. так же я замечал часто, что ставятся кормушки для птиц. Ну, это и тамбони есть в частных домах. Вот, там видно. Пойдем дальше. то есть этот Бухберг, он тоже довольно-таки небольшой, скажем так. Ну-ка посмотрим. Кажется, мы достигли его предела. И вот интересно, здесь дома почему-то белые все. Ну, в общем-то, как бы община здесь в этом, скорее всего, виновата. община принимает решение, ну, на сходе там или как, что должна быть их деревня белая при белая. И вот она становится белая при белая. Обратите внимание на вот это сооружение, тоже такое деревянное, красивое. Так, а это что-то интересное. Ух ты, блин, посмотрите, там, я не знаю, вида вам нет, но я вам скажу, что там нарисован. Там нарисован ковбой, который ловит быков. Описано blue стел ранч. Ну, блю понятно, голубое, стел нет, а ранчо это и есть ранчо, в Африке ранчо тоже ранчо. и огромная солнечная панель. Ага. Так, ребята, мы с вами прошли всю деревню насквозь. И неужели здесь там я вижу то ли это корова, то ли лошадь, неплохо видно. Ну, что-то такое большое коричневое шевелится. Ага. Интересно, надо будет почитать в интернете. Здесь вполне может быть обучение езде на лошадях. Так, здесь переход коров странный. Я таких и не видел в общем-то никогда. Видел там в Боне что там оленя могут перебегать или еще что-нибудь там из зибетки бергей семегоря нашего. Это не видел. Немножко покопавшись мы все-таки на обратном пути нашли один цилиндрик и две палочки металлические. Они нам пригодятся. Ну что, прощаю Букберг. Я думаю, что мы еще к тебе вернемся, чтобы совершать дальнейшие налеты на деревню и для совершения страшных преступлений. А пока направляемся в свою деревню. на этом мы наше видео заканчиваем. Всего вам доброго, друзья. Хороших вам выходных и удачных вылазок. АПЛОДИСМЕНТЫ ТОРМОДИСМЕНТЫ